Ну, наверное, вопросы уже пора задавать, если у кого-то есть. Николай Николаевич, я вот о Кащейе бессмертно, все понятно. Он взял красивую молодую даму, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Самому 2000 лет, ей 20. Но у меня другой вопрос интересует. Задаю, почему у них детей-то не будет. Не потому, что они будут бессмертны, потому что у него републикативный возраст пропал, не прошел. Это возвращается, если мы говорим о китайцах, они тысячу лет будут жить, но детей у них не будет. Почему? Потому что я одну вещь не сказал, значит, сейчас я ее попробую. Упустил. Одну момент. Я ее упустил, какую-то одну вещь. Вот смотрите. Человек, вот, была гипертония у человека, да? Шесть лет назад. В текущее время, вот. А шесть лет назад у него гипертония. Мы отбросили его, гипертония исчезла. Но он же начнет возвращаться, и дает до того места, где она у него когда-то возникла. Да? Так вот, она у него опять, и эта болезнь, что? Что он начнет возвращаться, и дает до этого места, она у него не вернется. Почему? Потому что, смотрите, какая тонкость есть. Вот эта F2, F2, это же резина, пружина, которую я растянул. Она сработала. А второй раз, для второго цикла, растягивает EF1. И когда она ее растягивает, темп прохождения, через три дня по программе, другой. Два раза примерно медленнее. Волосы у мужчин растут в два раза медленнее. На лице я бреюсь через день. На голове. Порезы заживают в два раза медленнее. И так далее. То есть, по обмену веществ, это не человек. Это не человек вообще. По обмену веществ, это не человек вообще. Это не человеческое обмен веществ вообще. То есть, по-другому, как я. Тебе, заживо тело, при этом. Я не знаю, чей, какой-то сущности обмен веществ. Вот так, я бы сказал бы. А раз обмен веществ нечеловеческий, то доходит до этого места, где у него болезнь, должна была бы вернуться. А он доходит до туда с обменом веществ нечеловеческим. болезнь что вернуться не может включиться не может это болезнь потому что она вернулась и развилась и включилась совсем при другом обмене веществ совсем другой а этого два раза медленнее все идет и болезнь не запускается это все понятно поэтому 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 да а кстати говоря и от начала зарождение организма идет попадает две клетки до сливаются дальше начинается дробление деления до пластового там гастрон и вот на ранних этапах из-за того что обмен веществ другой нечеловеческий не получается но фута есть проходит и проходят все спаривание есть а дальше ничего не идет вот и все научно доказано научно на кроликах по крайней мере а на людях а на людях это надо центр продукции проводить исследование показывать что и на людях я на 90 процент говорю что и на людях также будет не было вопрос семенная жидкость пропадает при этом нет все остается но имеет другие функции функции другие людей простая информация не будет не стиль на силу информация не что еще либо и все другу за другу за беременности не происходит конечно же дело по поводу матрицы и и по поводу иглы каще вот туда информация полевая как бы перед перед она изначально ведь изначально с чего-то счет информация, вопрос с чего считывалось, с чем, если это не открывая на ухау, подобраться как бы интересно. Да, это интересно. Сейчас я покажу подождать. Хотя если расскажете на ухау, мы не обидимся. Еще и запишем. Можно задать вопрос в тему, Николай Николаевич, про карту, можно? Сейчас, сейчас, я не могу. Я могу то же самое, только немножко в другом ключе. Давайте последовательно, а то мы сейчас запутаемся. Держите, можно меркантильные вопросы? Сейчас, сейчас, держите. Значит, смотрите, на Ваш отвечаю. С помощью чего это все, значит, как это все происходит? Значит, что за этим стоит? За этим стоит энергоинформатика, энергоинформационный перенос. То есть это, если кто ничего не знает, никто не слышал, что это такое? Это, значит, представьте себе, гомеопатия. Одна молекула, да? На тонну воды, да? Гомеопатия высоких разрядений. Одна молекула на тонну воды, да? И то уже медики не знают, что с этим делать. Медзраф, например, не знает, что с этим делать, да? Ну да, информация работает. Да, да. А когда энергоинформатика, да? Там вообще нуль молекул. И вот есть такая, значит, Бурлакова, доктор наук в химфизике. Она лет десять пыталась полюбовать работу, образовалась гомеопатия высоких разрядений. Не принимали, потому что ну не может быть, так сказать. Значит, там в чем дело, значит, там дело вот в чем. Значит, представьте, берется какое-то вещество, допустим, анальгин, да? Вот вы берете таблетку анальгина, снимает болонную боль. А пол таблетки снимает, четверть таблетки, ну снимает, не очень, да? Значит, начинаете, значит, дробить, дробить. Наступает такой момент, когда там одна двадцатая таблетки, она не снимает, допустим, болонную боль. Так вот она пошла дальше, она начала дальше дробить. И она увидела вот этот нуль, да? И потом дальше начинается активность вдруг. Она дробит дальше, а активность растет, растет и с нуля. она уже до нуля довела. И дальше пошла эта самая. И чем больше она там дробила, тем активность громадной становилась просто. Понимаете? То есть концентрация вообще мизерная, а активность биологическая огромная. Это в Сирико-100-200, да? Значит, таким образом можно в гомеопатии высоких разведений из сердца кролика приготовить препарат, из сердца кролика, который будет стоить то ли 300, то ли 200 миллионов долларов. Из одного сердца кролика, утки, сердца утки, 300 миллионов долларов будет стоить. Может, что такое гемогенетическое разведение? Вот. Теперь, значит, насчет вашего вопроса. Значит, что тут используются? Тут используется, я же вам говорил, на схемах, там можно растительных компонентов сделать, можно из животных компонентов сделать. Делаем был кубличный препарат. ЭФ-2. Из чего, значит, делается? Кубличный препарат растительного происхождения. Там в патенте, я автор патента, допустим, два сорта гороха и шалфей. Что это вам надо говорить? Нечего мне говорить. Надо подловить, знать, в какой фазе взять, да? Эти метаболиты, да? Дальше их выделить, да? Сконцентрировать, там, очистить, да? Потом из них делать комплексный препарат. Из этого комплексного препарата сделать гемопатический препарат. Потом сделать переразведение. Вам это о чем-то говорит? Ну, еще 20-20. Не знаю, мне чем-то. А дальше перенос. Дальше перенос. Копию снимает, значит, с помощью трансфера. Вот он, как выглядит, как мыльница. Небольшой такой прибор. Значит, тут у него есть вход и есть выход, да? Вход. Там два этих самых контура. Вот как радиоконтуры, как катушки, значит, с антеннами. Вот одну... Приема и придача. Одну антенну. Одну антенну. Вы забрасываете в тот комплексный препарат, с которым вы хотите. Этот контур настраивается на собственную частоту этого раствора. На собственную частоту. Собственная частота есть у любого предмета. У земли, да, 4 Герца там полного. Вот, собственно, частота ловится этого самого комплексного препарата. Этот контур настраивается. Дальше через индукционную катушку, точнее, это стержень индукционный, передается индукционным путем другой катушки. А оттуда антенна уже закидывается в воду, допустим, или вот на крупку, в данном случае, вот идет зарядка крупки, видите, да? И на нее записывается, значит, копия той информации, которой обладает, значит, нативный вот этот раствор. Нативный раствор, естественно, я никому не даю. Я автор этого патента. Я его в ртуле держу за своими замками. Я даю копию. Работает первая копия. Вторая не работает уже. Вот это первая копия даю. Я эту первую рабочую копию и даю. А вторая копия, она обладает информатикой, но уже по энергетике не тянет. Понимаете? Дело в том, что этот трансфер, перенос, трансфер, он с чем связан? Там энергоинформационный перенос. Что такое энергоинформационный? Там есть информационная составляющая и есть энергетическая. Например, у той же таблетки анальгин. Если вы убиваете, там есть информационная составляющая, но нет энергетической накачки. А здесь и энергетическая накачка. Она равна количеству встряхивания геноматического раствора. Так называемое потенцирование лекарства. Вот тысяча встряхивания, например, ручной делают, например, вот это делает трансфер, энергетическая накачка. Вот работает первая копия. Я ответил на ваш вопрос? А вообще вот эти приборы, они давно известны, как приемопередатчики с устройством... Вот эти приборы в ферме МИДИС, там целый, если зайдете к ним, у них целый музей этих приборов, и есть эволюция этих приборов, как они менялись. Я был лично знаком с Готовским, с основателем этой фермы, и он мне показывал целый музей этих трансферов. Но когда он узнал, что я делаю с помощью этих трансферов, он очень сильно заинтересовался. Он обиделся на вас. Очень сильно заинтересовался. Почему он не использовал? Почему он не использовал? Это произвел в реальном времени. Была попытка. Я потом отдельно расскажу, чем она закончилась. Иваникова, не хотелось бы озвучивать. Старение клеток как таковых не будет. Они старятся, потом снова от импульсов восстанавливаются, и начинается заново производиться клетка. Значит, старение клеток, как вы видели на амебе, это одноклеточный организм. Амебу заставили жить вместо двух дней, 126 дней. Могли и дальше ее, эту беднягу, заставили жить. Заставили без зала, чего ей делать. Да, она так хочет все время делиться, а мы ей не даем, заставляем ее жить. Одну клетку, одноклеточный организм. Поэтому, вообще, честно говоря, между старением клеток, если вы хотите сказать более широко, да, вот как старение клеток, старение клеток и старение организма. Нету прямой связи на сегодняшний день не найдено. Между старением клеток, вот в пробирке, да, в чашке петли, старение клеток, это одно. И старением целостного организма связи между ними не найдено на сегодняшний день. Можно великолепную работу сделать, защититься на культуре клеток, значит, по клеткам, да, и в МГУ это делает успешно, и ничего не предложит при этом для организма целостного. Есть еще какие-то вопросы? У вас? У меня несколько вопросов. Первый вопрос, с атеэтической точки зрения, атеэтическая, только душа, да, а можно ли жить бессмертно телом, первое, да. Второе, вот вы говорите, симолет, да, не основано это на том, что существует теория, что у каждой симмулет, у человека клетки, ну, симмулет восстанавливается клетка, Я понял, понял. И нет ни одной клеточки, которая будет, и останавливается на тот биологический возраст, на тот код, да, который мы сами себе хотим. Ну, где остатка? Да, еще вопрос. А третий, вот если человек, на котором это можно увидеть, внешний вид, например, вы все биологический возраст говорите, а внешний вид, вот если человеку 55, например, как можно увидеть, что ему 40 внешний вид? Вы на себе проводите. Сколько Вам лет и внешний вид Вашего соответствует ли? Значит, очень важно. Да, я понял. Я начну с последнего, пожалуйста. Вот ко мне обращались хирурги классические, которые делают дорогостоящие операции. Например, увлечение груди 100 тысяч рублей. Жизнь не продлевает, но увлечение груди 100 тысяч рублей. Есть такие операции. Они обращались ко мне, говорят, слушай, вот мы увлечили грудь, 100 тысяч рублей получили, да, это видно, вот мы увлечили грудь. А что у тебя-то, где-то у тебя, так сказать, видно-то? У тебя же ничего не видно. Мне, значит, классические хирурги. Я говорю, что у меня все видно по, во-первых, сразу видно по тестам на биологический возраст, да. И вот здесь сидит Андрей, он проходил у нас в 2005 году. Андрей проходил по 11 параметрам, по немецкой системе Hscan. Я сейчас ее покажу вам, как она выглядит. И по внешнему сейчас скажу по-русски. Значит, он проходил, значит, до и после, так как он молодой, много ему не скинешь. Кстати говоря, 7 лет – это для людей среднего возраста. Если человеку 70 лет, то за эти же 3 дня он улетает на 20-25 лет. За эти же 3 дня. Если ему 30 лет, то от 3 до 5. А если 50, то в районе 7 лет он улетает. Сейчас, сейчас, смотрите, я сейчас отвечу на этот вопрос. Значит, и вот мы Андрея мерили до и после немецкой системы Hscan. Вот оно, протокол. Один из параметров. Есть вот два кошечка. Возраст вылезает до, потом после. Несколько дней прошло, и он несколько лет потерял. Вот. Тут даже видно, за счет чего он потерял. Пятый сверху параметр был здесь. А если здесь посмотрите, пятый сверху, он сюда вот ушел. Вот эта черная разделительная линия – это между, как бы, старыми и молодыми показателями. Вот она была красная, стала зеленая. То есть, шоу молодого у вас. То есть, это все нормально. Мюнхенский университет прикладной математики. Хорошо, там был возраст какой, был и какой там. Я хочу сказать, что, вот смотрите, внешность меняется, не меняется вообще. Значит, у меня был такой случай. Значит, Зеленоград, представьте себе, да? Зеленоград, под Москвой. И муж с женой. Муж работал на ящике, закрытый институт, наукой занимался. Ну, закрытый. И вызвала меня жена. Говорит, я хочу про эти ваши технологии. Лекцию прочитал, пять часов прочитал. Одной. Поняли? Пять часов. Но не из-за нее. Я надеялся, что муж обнимает. Я думаю, там, может быть, производство откроем, там, еще что-то такое. А он сидел на летку, читал, так сказать. Пять часов. Значит, в результате она говорит, что-то очень простой у вас метод, руку прикладываешь. Я не верю. Муж говорит, ну ладно, подходит, говорит, сколько там. Я, говорит, беру. Он взял вот эту технологию, прошел. После этого они продали свою эту дачу пензинограмму, купили в Аргентине и уехали туда на четыре года. Через четыре года идут они вдвоем по берегу Атлантического океана в Аргентине. Вот, представьте, вечером. А там как, идешь, значит, захотел искупаться, пошел, искупался, никаких проблем, да? Вот он и отзыв, говорит, я подискупаюсь. А к вечеру волны там несколько вышли. И вот так, идет резко, и говорит, я пошел. А женщина, которая шла к ним на встречу, и не знала их до этого, первый раз в жизни видела. Она говорит этой жене, говорит, слушайте, там волны к вечеру-то у нас больше, наверное, не приезжают. Кожа белая у них все-таки. Говорит, я смотрю, нет, они местные. Вообще, ваш сын плавать-то умеет? Ну, ответил на вопрос. Раз искали, сын, два лет. Для нее это шок, она приехала сюда, я смотрю на него глазами и узнаю. 50-летний мужчина, под жарой, все. Молодой. После этого только она поверила и прошла. До этого не верила. Четыре года потребовалось, чтобы она своими глазами увидела. И когда ей сказали насчет мужа, что это сын, вот только тогда до него дошло. Что я сделал серьезно. А так физического самочувствия больше? Насчет физического самочувствия. Значит, вспомните, я работал в ЦСКА со спортсменами. Уж там какие физические, да, штангисты, боксеры, да, в ЦСКА. И, значит, Третьяк, мой сосед по кабинету, соседний кабинет у него был, а я здесь химическая лаборатория, а здесь Третьяк, полковник, хоккеист. Значит, что говорил Третьяк? Вот, говорит, какая беда у наших спортсменов. Представьте, говорит, вот берет он попытку последнюю, да. Ему говорят, рванешь 250 килограмм, ты уважаемый человек. Не рванешь, знать тебя не знаем, как говорится. Ну и он созератачивается, подходит. От этого все решается судьба, да. Будет он дальше в спорте, не будет. Он созератачивается, там богам молится, не знаю, хватает эту штангу, рванул. Он говорит, вот первую секунду, о чем он думал. Он говорит, ну вообще ясно, что, о том, что он олимпийский чемпион. Последняя попытка была, я решающе. Он говорит, хорошо. А кто угадает вторую секунду, что он думает? Ну мы тут разные варианты, научные сотрудники, начинаем разные варианты предлагать. И так, и сяк, но никак. Он говорит, а вторую секунду, он думает. Как свой собственный рекорд повторить на следующих Олимпийских играх? Никакие тренировки не позволяют, не дают ему эту возможность. Вода падает, параметры падают и все. Он не может свой собственный рекорд повторить через 4 года. Так вот, если он пройдет нашу технологию, мою технологию, и мы ему повысим содержание воды, он уже будет не только повторять, но и будет выдавать результат больше через 4 года, чем он на этих играх. То есть, я хочу сказать, помните, наша сборная олимпийская выступила неудачно на тех Олимпийских играх? А чтоб она выступила на этих Олимпийских удачных, мы делаем в Сочи, вот Владимир сидит из Сочи. Делаем центр, пропускаем всех наших спортсменов. Это не допинг. Вот это моя технология. Это вообще без медикой методики. Никто ничего не скажет здесь. Мы их всех омолаживаем. И они берут только что? Золото. Уранза не будет, серебра тоже. Берут только что. Только золото чистое. Это конечно молодые. Только золото. Ни одной серебряной медали не будет. Только золото. Сколько им лет? Летом сколько спортсменам? С какого возраста нужно? Они может быть все молодые? Ну методика действует с 6 лет. Значит методика действует, смотрите. Так как эта методика реальная, она имеет реальные ограничения. Значит, то есть предел имеет. У любой методики реальной есть предел. У этой тоже. Предел заключается вот в чем. Есть люди, которые вот растут, растут и вдруг в 13 лет остановился рост. Они не растут. Они комплексуют, ходят. Маленькие вот такие, маленькие. Есть у нас артисты даже некоторые известные. Их называют маленькие человечки, да? Они не карлики, они такие вот какие-то. Невысокие. Метр двадцать, метр тридцать. Они не растут. А у них рост остановился в тринадцать лет. Вот в ту точку, где у них остановился физический рост, я могу... И им сейчас, допустим, шестьдесят. Я могу его шестьдесят, вот в этот, в тринадцать лет его, так сказать, перевести. Да. Дальше не получится. Потому что там программа роста еще работала. Пока она... У нормальных людей она работает где-то до двадцати двух, двадцати трех она работает. Вот пока она работает, моя программа, организм моего программы, мои команды не слышит. У нее мощные, она слышит звуки вот этой мощной основной программы роста. Пока он не вырос, он не слышит других команд. Как только он остановился в росте, он начинает слышать меня, моей команды. Значит, поэтому есть предел. Предел, и это говорит о том, что все-таки методика реальная, и она имеет, как и все реальные методики, предел. Я не говорю, что это какая-то фантазия там, да, бессмертие. Кстати говоря, я хотел, вот и не сказал, какая разница между бессмертием и бесконечной длительностью жизни. Вот меня включили в книгу «Бессмертие», не спросят меня, хочу я там туда, без моего согласия. Захватить последнее ЛТП. Знаете, что было? Да, конечно. Профилактура его для этих алкоголиков хронических. И, значит, здесь, в Москве, это ЛТП, значит, им давали воду. Вот так вот, я ведь могу просто записать на воду, ее можно считывать программой F2, да, вот так, экстрасенсорно, а можно просто эту воду пить. Прямо отсюда, пить. Вот это F2. Вот им давали пить. С моей программой. Что получилось? Хроническим алкоголикам, которые отказались, вся профессура, значит, от них. Они не брились, они не интересовались трудом. И когда прошло две недели, они начали бриться и требовать работу, профессура, которая их наблюдала, встрепенулась и говорит моим врачам, что бы им давали. Мы, врачи, как я их инструктировал, говорили, мы им давали чистую воду. А я говорю, вас когда спросят, вы говорите, чистую воду. Вот то, что там моя программа, то, что там химические, с точки зрения химии, это химически чистая вода. Да? И плюс наша программа. Вы про программу молчите, я говорю, чистую воду. Профессура говорит, а мы давали такие препараты, дорогие французские, и ничего не помогало. И не догадались дать им чистую воду. Оказывается, вот самое лучшее лекарство. То есть чистой воды, алкоголики хронически стали нормальными людьми. И ответил ваш вопрос. Ну это вы про алкоголиков, а про наркоманов? Наркоманов? Вот уважаемый рядом человек, который хочет попробовать. А работает ли это наркоманов? Если работает, то всех наркоманов проводим в нормальных людей. И очень быстро, поверьте. Есть ли сертифицированная методика, ее же можно использовать? Или она не опробирована? Методика, значит так, она прошла испытание в научно-медицинское исследование в 2002-2005 году, на большой статистический выбор, в научно-медренческом лицензированном медицинском центре. На трех страницах у меня заключение здесь есть. Надо показать. Но дело в том, что это не заключение в Минздраве, будем так говорить. И когда я пришел вместо геронтологии с этим и показал все это, они говорят, у вас все правильно сделано, у вас все безукоризненно, великолепные результаты. Но вы провели ее в научно-медренческом медицинском центре лицензированном, который не имеет лицензии на проведение таких, так сказать, он не аккредитован от Минздрава. А вот мы аккредитованы, мы аккредитованы, но так как основной человек, который там все это считал, статистику, это старший научный сотрудник нашего института. И мы ему верим, и его там подпись стоит, то мы можем просто переписать с одной бумаги, с вашей, на наш план. Но это будет стоить просто немножко вам, так сказать, не понимаете, чего. Все. Но вы не стали переписывать? Ну, будет стоить немножко. Ну, потом на ушко вам шепнет. Ладно. А по поводу карпы, Федор Михайлович, позвольте вопрос. Значит, чего? По поводу карп. Карп-рыба. Карп-рыба? Да. Карп-рыба. Да, вы говорили, после мереста очень быстро рыба погибает. И я слышал такую... Это горбуша, горбуша. Да. Горбуша, да. Горбуша, никак. Горбуша. Матричь. Да, дело здесь совершенно не в виде рыбы, а в самом парке. В самом процессе. В самом процессе. Да, есть такой молюск, он прицепляется к этой рыбе, и для того, чтобы поразить, для того чтобы питаться он подливает 90-100 раз я понял, можете не продолжать, я все понял значит, смотрите здесь люди не могут понять и не поймут, у них нет теории такой, как у меня до этого были опыты, например, самка осьминога представьте себе, самка осьминога откладывает яйца и умирает из этих яиц, новые осьминоги и пошло но, если вырезать хирургическим путем слезовую железу то после откладки яйца она почему-то не умирает продолжает жить слезы живут не знаю, не видел но я хочу сказать, что дело-то не в этом, а дело в теории значит, там что-то в слезах, в железах что-то такое есть, надо с этим разбираться а не так вот шашки махать без разбора то есть должна быть теория теория этого дела без теории вы ничего не сделаете будут разрозненные опыты великолепные и дальше вы этого со мной не поймете нужна теория есть 30 гипотез вот я сегодня вам изложил теорию радикального протеяния жизни теорию, которую вы вводите она примерно звучит так значит что такое, например она дает ответ что такое старение старение это последовательная реализация событий любую гипотезу возьмите там у них есть замедление допустим старение как не замедляйте последовательная реализация событий есть да? там накопление ошибок 5 на 10 разные гипотезы у них все есть последовательная реализация событий у меня нет последовательной реализации событий у меня вот это вот так называемое зацикливание то есть циклическое прохождение одного и того же многократного участка да? как вот заикание на грандифондах пластинки вот и фактически я вот с технарями разговаривал они говорят Николай Иванович, что вы сделали? вы сделали то, что в технике мы не сделали я говорю, что что вы не сделали? вы ближайшие дебеты? нет не вечно дебыни вот смотрите катушечный маритофон катушечный маритофон я все время всё время 넣аю что такая графooth пластинка вот графooth пластинка заикающаяся это легко сделать и его делать было до меня с человеком как персоналу он не сделал я сейчас это не граф 과�oi это был катушечный маритофон который я заставал работать в режиме заикания никто из технарей этого не сделал Он не будет работать в режиме заболевания, который мы это оформим. Либо затеет, но работать не будет. Я это сделаю. Вот в чём дело. А вот восприимчивость заболевания уменьшается у людей, у которых налоги прошли или нет? Значит, восприимчивость заболевания. Значит, я пришёл в Институт общей генетики, Академия наук, и начал откладывать вот это всё. Меня учёные, доктора наук, сотрудники выслушали. Они говорят, Николаевич, ну раз ты такой, значит, ты должен от чем-то отличаться от других людей. Ты кровь сдавал? Я говорю, нет. Я уже, собственно, нахожусь в водотехнологии с 95-го года, с 25-го года. Я 15 лет только мне недавно исполнился, а нахожусь в водотехнологии. Он говорит, на кровь ты сдавал? Я говорю, нет. Готов сдать? Готов. Значит, взяли у меня кровь. Взяли у меня кровь и начали кровь смотреть. В формулу крови. Что мы видим? Соотношение между малыми и большими концептами такое, которое бывает при оптимальном уменьшении. Раз. Второе. Содержание натуральных киллеров, техлеток, которые убивают раковые кровьи напрямую, у меня максимально. Они говорят, слушай, в 30-е годы был такой обычай. Конструктор моста международного сдавал мост очень просто. Он становился под мост, и там пускали со старой изгружённые крови. Если мост рушился, и этого конструктора, горя конструктора. Это сами он докладывает. Плохой мост, плохой конструктор, всё, как говорится, засыпалось. Значит, ты готов? Мы тебе раковые клетки напрямую введём. Сто тысяч раковых клеток, как? Без проблем. Без проблем, пожалуйста. Значит, ну берут руку и уже хотели уводить. Потом говорят, нет, на людях долго это придётся ждать, пока они там разовьются. У нас есть более быстрые модели мыша. Меланома. Меланома, значит, это такая маленькая опухоль, которая даёт метастазы. Такие у людей, которые прорастают через кости черепа, и люди лезут на стенку и орут отбой. Меланома. Самая сильная метастаза, через кости черепа прорастает. Самое страшное дело. Говорит, вот на такое испытание, как? У меня слышали. На мышах. Быстро. Я говорю, давайте. Берут мышей, берут эти клетки, разгоняют, перевивают из одной чашки в другую. А когда пересадку делаете, это называется разгонка. И сильная злокачественность. Они бесятся от этого. Да, они отгивают. Да, они бесятся от этого. Третья-четвёртая пересадка, они такие злые, такие сильно консервированные получаются. И вот эти сильные, разозваные клетки, которые разозлили, раковые, да? Их мышам вводили, я на себя показываю, не боюсь. 100 тысяч раковых клеток вводили. Ну, задние там мышцы внутренние, 100 тысяч раковых клеток. Все здоровые мышцы через две недели, что? Звёрнут. Лапки кверху, и всё. Мои бегают, пусть здоровые. Они говорят, что будут делать? Я говорю, не знаю. Надо как-то, говорит, посмотреть, есть там раковые клетки или нет. Ну, мы все уводили, не знаю. А твои бегают только что. Что с раковыми клетками случилось? Я говорю, я не знаю. Что они делают? Я говорю, делать, что хотите. Они забивают этих моих мышей. Моих мышей без клеток забивают. Вообще грех берут на то, что, да? Ну, они науки привыкли. Все это делают, забивают. И разрезают вот это место, куда у него родили. Замораживают и делают тонкие срезы. Ультратонкие срезы. На микротонах. Лонкие тонкие срезы. Там 100 тысяч срезов. И все просматривают. Что они видят? Они видят ноль клеток раков. Ноль. Через три недели. Ноль. Бери 100 тысяч, а через три недели ноль. Я говорю, слушай, так вот я же способ стопроцентного победителя. Я же вам говорил, что вот я по цикле товарища, где он у меня в книжке там. В этой книжке есть товарищ, который называется Энтери Бергамини, итальянский. И он доказал, что проблема рака остается. И он, наверное, тоже не дали. Кстати говоря, по цикле дали. Николай Николаевич, а может быть до нас другого боку, получается, подойти? Рекомендовать средство отречения рака. Сейчас я расскажу. Сексуэт эпопеиста, смотрите, могу рассказать. Вот медаль, которую я наградили. Медаль, она была по кругу пустилась. А, ну, в принципе, да. Мне даже хотелось ничего знать. Значит, это вот на международной конгрессе. Вот эта медаль. Здесь даже с изображением Санкт-Петербурга. Это было в 2000 году. Санкт-Петербург, 30-й страны. Вот. Значит, Энтери Бергамини доказал, что, показал теоретически, что проблема рака и старения, где-то родает вот эту же беду. Поэтому, когда, значит, в Институте общей генетики, как они увидели, и появилась статья в газете на следующий день в Московском Сомольце, и директор института узнал из газеты, что в его институте такие работы сделаны, он вызвал этих людей и говорит, вам здесь не место. Всё, этих людей я устраивал потом в другую лабораторию, совершенно. Это доктора наука, уважаемые люди. Ну вот, очевидно, был сделан вывод, что они не хотят в Нобеля, получить за его спину. А более-менее, это не для человека от рака, а? Меланома, вот та же самая, вы и не излечивающая от рака в вашем веке? Да, значит, двое людей, чернобыльцы, рак щитовидкий, рак пищевода, пищевод, опухоль закрыла уже, пищевод, пища не проходила, вставили трубку, и только жидкая пища, жидко в виде, значит, немножко поступала, и произошла атрофия желудка, желудочисток не вырабатывался, в этот момент обратились ко мне, они говорят, желудочисток уже не вырабатывается, человек задевается, что делать? Значит, я ему поставил свои такие вот сделки, в частности, гумиокрупку, вот этот вот под язык, и, честно говоря, человек делал две процедуры, он и этим пользуется, и под язык, то есть, и изнутри, и извне, да, с двух сторон, это сразу две программы, одни и те же, но установка сразу ушла, и извне, и изнутри. Через некоторое время, через три недели, заработал желудок, потом полезно сделать, брали эту самую, биопсию, искали раку клетки, у меня все дня много, значит, приезжали сюда, хотели мне там благодарить, я говорю, не надо, потому что я вообще-то занимаюсь генетологией, не онкологией, хотя я работал в онкоцентре на кошельке, там мне дали вот так вот, 15 минут, слушали, 6 часов, еще мы с мировым умом, да, 6 часов слушали, потом дали крыс на демонстрационный эксперимент, потом вызвали к директору, сказали, не дай бог у тебя получится, у нас заходят три института, из центра на кошельке, да? Да, да, чем больше. И в конце потом сказали, что я плохой, садись, пиши свои заявления, я писал, я какой-то такой плохой, с колточкой, прошу меня плохого уволить по собственному желанию, вот что я написал. Это по рассказу, помните, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке пришла профессор на конференцию, в 2008 году, придумал холодный синтез, двигатель автомашины, банка обычная с водой, два электрона запускали, просто уникальное сочетание материалов, вырабатывался ток бешеный, электрический автомобиль вечный, вода сливается просто в канал, там она немножко соленая становилась, заливается новая вода, машина ездит 200-300 километров без проблем, через день после того, как он поселился там, в одной электричественной, нашли с двумя полежами родильную голову. Да. Значит, вот здесь я показываю снимок, да, вот здесь снимок показываю, который никто никогда не видел, это дур, который, по моей технологии, обработан, и он стоит, он не чувствует времени, он не желтит листья, не оказывает, это листопадное дерево, осенью, в любой теплице, до самой лучшей он отваривается, все у него, у меня полугодство, и можно предапустить. Дата съемок там есть, дата съемок. А вообще, Варень Николаевич, в Японии как ходить цветы тоже держит? По этому вопросу, в котором нет богослов и искусственных, не просто того, а люди образованные. Я им, значит, сказал, что, говорю, спасибо вам. Они говорят, за что? Я говорю, как же что? Только церковь, институт церковь поддерживал идею бессмерти, и пускал за том свете. Больше никто об этом не говорит. Больше никто не говорит. Больше никто не говорит. Если говорить, то… Сейчас, сейчас, сейчас расскажем. Я отвечаю. Я отвечаю. Нет, я постный пост. Да. Поняли? Вот. Значит, смотрите, разговаривал с человеком, который имеет богословскую степень. Я говорю, вы обещали бессмертию людям, пускай на том свете. Но, ничто не делается без искры Божьей, а я – Рак Божий, так сказать, церковь, все. Вот упала на меня искра. Да? Я уже 25 лет работаю. Да? Я готов передать, не продать, передать церкви, направленных условий. Что… С условием, что вы обещали бессмертию души, но есть тут возможность еще и бессмертия тела, да? Вот это все упакуйте и дайте людям, прихожанам, которых вы знаете, которые уже отмолили вот эти переворотные грехи, за Адам и Июнь, да? Дайте им, что вы обещали. Знаете, что они мне ответили? Что? Что человек устроен немножко не так, как я все это представляю. Пока ему что-то обещают, что придется так. Как только дам, этого хватает, разворачивается, и рухнет религия. Вот чем-то. Конечно. Рухнет религия, она станет больше не нужна. Но все равно они сказали, что если это Богу угодно, делайте. Если это Богу угодно, у вас пойдет. Если это не Богу угодно, сколько будут они вкладывать, какие-то бизнесменники подключали, какие-то банки, все это тщетно будет, не пойдет. А если Богу угодно, пойдет. Вот я и проверяю сейчас. Богу угодно это делать или Богу угодно. Это Богу угодно, тем более, что в славянских ветрах есть такие, значит, данные о том… А славянские ветки или инвестианские никакой между собой? Нет, они раньше, раньше индийских. И наши… Да можно я скажу? Можно я скажу? Языческое, славянские веды есть. Давайте я скажу. Можно я скажу? Скажите, только говорите правильно. Вы меня не перебивайте. Я, с моей точки зрения, так правильно, а с вашей по-другому это… Ваши… У нас конкуренция не находит. У нас нет монолога вашего, понимаете, мы все здесь… Вы тоже меня перебивали и высказывали свою точку времени. Можно я наконец-то скажу? Говорите, у нас в славянских ветрах есть положение о том, что наши ветки знали, на каком расстоянии от Земли имеются планеты, где люди познали истину и живут вечно. Так вот, значит, наше вот дело, связанное с такими истинами, я подозреваю. Таким образом является благоугольным и этичным. Я могу просто добавить, значит, есть такой контактер Хоршуна, Виктор Хоршун, который в Пенскую номерную зону ездил туда, контактировал, написал все это, так сказать, в журнале в одном известном. Значит, и он задал вопрос этим, который, значит, прилетает сюда, ИНЛО там и прочие, значит, объекты. Почему вы, значит, зачистили последнего десятилетия нам на Земле? Ну, было отличное. Мы вот с планетами, на которой там по 800 лет живем, да? Там двух-трех ударных дома, нету, острых углов, вот такая у меня такая планета. И мы все обрисовали, да, живем по 800 лет. Но! Почему мы все зачистили? Потому что без смерти вечная жизнь, способ вечной жизни будет открыт на Земле. Вот почему мы все зачистили. Никто ничего не понимает, чего мы тут вертимся. Понятно. Правильно. Еще на Татамус сказал, что в 2011 году будет средство. Да, а вообще, я хочу сказать, уважаемые коллеги, что я эти технологии создавал вообще-то не для Земли, не для Земля, а для освоения дальнего космоса. Значит, я тогда в раннем детстве увлекался космосом, и строил импульсно-ракетный двигатель, и запускал его. Ничего себе, да? Да. Я понял, что главным преткновением для освоения дальнего космоса будет маленькая богородность жизни. Маленькая богородность жизни. Там большие расстояния, там делать с такой маленькой длительностью жизни нечего. Но! Я немножко даже где-то ошибался в том плане, что вот сейчас на Марс, программа «Марс 500» с баллонами полетят. Девять месяцев будут лететь туда, девять месяцев оттуда, а там знаете сколько по годам? Десять дней. Баллоны не позволяли там задержаться. Так вот, если сделать каштаны, по моей технологии, стерилированным гелем, или сами каштаны простерилизовать, и гель, в котором он будет, значит, дальше они будут только сомбировать из воздуха. 700 алиментов, истинные, корнями нейтрализовать, допустим, захватили угарный газ СО2, превратили в безобидный СО2, да? Или СО2, превратили в кислород. То есть, кислород дает каштан кислород, дает, сам берет 700 алиментов, чистит воздух, да? Как 700 специализированных сортем. То есть, в фабрику целую заменяет огромный завод, один каштан, вот, и дает кислород. Он не ломается, и специально с него не ломает, он не шумит, да? Он не требует алиментов. Вот с такими, ветров каштану возьмите, и вы останетесь на Марсе. Начнется с вами заселение Марса, вообще, с моей технологии. То есть, и здесь они без меня не обойдутся. С этими баллонами 10 дней это позор. Позор, просто позор. Я могу сказать, нашу страну на весь мир. Это позор, а не проект. Мастер-позор. Вот еще у меня такое, скажите, пожалуйста, вот человек, я астролог, да? Человеку, когда рождается, у него есть кармические долги, то есть, каждое заболевание, которое он несет, человек оторвает. Все грехи, то есть, все, что он делает, все заболевания, как бы даны на грехи, за что-то, да? Ну, например, ну, любая. Как же будет тогда человек, представляете, если он выйдет вечером, и будет жить, например, вот только рака до 50, как же можно его, ну, чтобы он изменил себя, внутреннюю сущность, и чтобы задумался о чем-то, за что там бессмертия? Значит, смотрите. Ну, не бессмертия, а вот... Я переведу ваш вопрос. Как денег сурка получил? Я его более четко сформулирую. Денег сурка получил. Значит, смотрите, нет, вы хотели вот что сказать. Как, о каком бессмертии мы говорили, когда у человека куча болезней, он заболевает, болезнь рассчитает то, что в своей одноклубе, да, сурники? А о чем мы говорим? О ком бессмертии? Когда болезнь нас элементарно... Нет, мы говорим, что они должны для того, чтобы человек что-то понял, когда человек болеет, видит. Вот что он понимает тогда? А почему мы должны кому-то, если мы вот родились, извините, да, вот, кстати, астрология с религией, она никак рассчитает. Церковь считает... Ну, почему? Я не прав. Астрология не нормальна. Почему? Я не прав, астрология не нормальна. Вот сейчас я отвечу. Вот как Николай Николаевич поглубже, так и для меня, в общем-то, чем глубже, тем, вернее, тем выше, тем яснее. Почему? Потому что... Да. Почему? Потому что мы все были раньше запрограммированы на вечную жизнь, и нам этот ген сломали. Был фильм по телевизору, американские ученые, другие ученые объяснили, как это получилось, чтобы мы прожили определенный срок. Какую боль? Кто боль будет переносить, и для кого? Ну, я там заболела, поболела у меня нога, я думаю, господи, боже мой, прости, как мне больно там все такое, ага. Налево сходила, левая нога перестала болеть, а потом же я через неделю забыла, она уже у меня не болит, и я опять налево хожу. Понимаешь? Я хочу жить, чтобы... Вот по этой системе, чтобы свое высшее предназначение... Вот я там не успела, сейчас я помудрела, и теперь я знаю, как я смогу еще продвинуться и, может быть, делать какое-то... Мы здесь все, кстати, просто собрались. Да? Это свое личное. Я... Да, именно. Я что еще понял, значит, да, Роз? Ну, здесь, в частности, уже человек осознал. Что если мы имеем возможность вернуть в хорошее, может, недалекое, да, но прошлое, молодое прошлое имеется в виду, тогда, когда действительно организм не болит, тогда, когда мозг человеческий освобожден был от проблем, где найти лекарства, найти хорошего врача, найти еще что-то, да? То есть, ведь мы же свою инструктуру заполняем, серое вещество, то информация, которая у нас есть, болезнь, это тоже информация, если бы стерли эту информацию, нет болезни, значит, расшлаковался, естественно. С чистого листа начинается жизнь. Что? Продуктивно. Мы же учились хорошо. Помните? Поступали в институты. Но какое-то время память начало сомневать. Ну, не память начало сомневать, а засорение пошло на поле. Это судно, да? Ну, ну, как мы сейчас говорим, это правда. Должна дать вот именно, разгрузить этот мозг, разгрузить эту ситуацию и дать возможность человеку более продуктивно уберить себя в завтрашнем дне. Так что сделать для другого? Проположить. Интереснее будет осознать. Да, кстати, а если человек убивает, он в любом случае умрет. Интереснее будет осознать. Да, благо человек, вы хотели, чтобы сказать, говорите. Я уже не знаю. Я хочу сказать, дайте человеку поговорить, он забудет про бессмертное правительство. Вот себе человек, которому уже было конкретно. Да, да. Так, реально. Пока я здесь уже, давайте. Пока я не ехал в Индию, на Филиппины, в арабские мировые. Сегодня исторический момент. Поэтому пользуйтесь моментом, пока вы здесь. Не было. Не было. Она восстановится. То есть сейчас вернулся там. Возраст 30 лет, когда вот не было бессерфонии, но панатурная проявляется, которая прошла. Она проявится или нет? Я думаю, что нет. Значит, если она прошла, то есть было вылечено, пролечено, да? Ее не... Ну, была какая-то, она пролечена. Да. Значит, то я что хочу сказать. Она... И мы попали как раз туда, вот это место. Вот откинули, попали туда. Она просигналит. Как будто возвращается какой-то эффект такой. Как будто она возвращается, она просигналит. Да? Больше ничего. Развития не будет. Почему? Потому что я вас откинул сюда, и вы начали с другими обменами веществ возвращаться. С другими. Никакие болезни. Как будто вот она возвращается в болезни эту. Как будто она начинается. Как будто... Как будто... Как будто... Как во сне. Информационная память осталась, а процесс другой. Развития с другой. Развития с другой. Да. И я всем говорю, не бесплатно за это, за лекарство. Эта болезнь не вернется, она просто просигналит. Теперь для оперирования. Например, есть областная операция, и, ну, к примеру, клапана с пустойным сердцем. А я понимаю. Значит, вот шунтирование, например. У меня был генерал, генерал ФСБ. Три шунта на сердце. И мы тогда, когда проводили исследование, научно-медицинское, мы как-то так вот рассказывали, конечно, людям все, и дали информацию, но особо не акцентировали. Один человек, как-то со стороны, чуть не унесли его к нам, оказался, потому что он генерал ФСБ, бывший, правда, в отстать. Вот. И у него три шунта на сердце. Мы всем делали вот этот вот аккумулятор. аккумулятор – это аналог открытки. То есть он предполагает, что не было операций. Да. И что мы получили? Мы получили у всех результат, кроме у него. У него результата не было, снижения возраста не было. Вот эта операция на сердце, шунты, они, значит, что такое? Это порезали ему каналы. Что такое, наверное, инфляционные каналы? Это каналы, которые входят со спины, идут через внутренние органы, качаются на ручевом пузыре. И люди, когда делают операцию, спасают человека, да, но они режут каналы, инфляционные. И потом что? Операцию делают великолепно, лучшие хирурги, а человек за нами ходит, что-то не то. А что не то? У него порезаны каналы. Нет прокачки инфляционной, нету. Понимаете, что это? И только сейчас лаборатория МЧС начала доходить, что в этом проблема, что надо восстанавливать эти порезанные каналы. Они создали специальную зеркальную комнату, специальную капсулу, человек полу ложится, над ним генератором по восстановленному биополию вот этого канала, да? Канал включают. Один вот этот сеанс через день, один сеанс 700 рублей, всех 700 там стоит восстанавливать биополию. Ну это разная у нас метода, сейчас же на лабораторию различную. Я за ними гонялся, я людей к ним, они исчезли сейчас куда-то в Подмосковье, вообще их трудно найти, этот генератор. И я начал экспериментировать со своими продуктами, и когда я понял, что вот эта крупка моя, она и восстанавливает биополию, и одновременно устанавливает программу, потому что изнутри она действует. Я думаю, зачем мне этот генератор так далее? Ну вот если пациент, например, с судом или клапанами, он, допустим, прямую трубку, он вернется к тому, или не вернется? Значит, если, насчет искусственных клапанов, будет вот что, реально, значит, если эти клапаны у него, допустим, начали работать, ну, плохо, в результате, так сказать, врождённых, да, заболевателей? Врождённых, да? Врождённых, да? Врождённых. Врождённых. Винетически определённых. То есть, если в этом задействованы гены, то, а мы включили, отрезали тех генов, которые раньше работали, до этого, до правления болезней, уникальные, самые генов, которые до этого работали, значит, они будут, уникальные другие продукты, естественно, вырабатывать. По-другому всё это пойдёт работать. Возможно, что, может быть, такое излечение, что и не надо будет, там, с этими делами. Так, а что, если клапан восстановится? А, Да. А, что будет с использованием, который там восстановлен? Я думаю, что если врачи, которые наблюдают этого пациента, увидят это, то, и сделаны правильные выводы, они, и, может быть, со временем, откажутся по прокладам. А ты скажешь? Это уже не принципиально. Может быть, может быть. А может и, всё зависит, как, так сказать, что врачи, какого произведут вывода, как это. Если это будет лучше, вот это вот состояние, значит, которое вы говорите, может быть, может быть, по этому пути, можно сделать что-либо. То есть, тут, обсуждение возможности регенерации органов. Да, да, а вы знаете. Остался кусочек от клапана, к нему пришли искусственные. Да. Регенерирует он вследствие машины, технологии или нет? Если человек возвращается к органу, тогда он был здоров. Он может, если я его откину, откину, и тут же стёр эту программу, чтобы у него развитие шло по нормальному типу, человеческому, тогда возможно будет регенерация, и восстановление. Вы знаете, что у нас есть специалисты, как бы, Петров вот был, да? Он делает что? Человеку довели желудок, остается там кусочек, и вырастает желудок, да? Зубы вырастают, и так далее, эти вещи. Но, 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 у них примерно, я так слышал, примерно 200 человек один, у одного получается, не у каждого. Далеко не у каждого. У них получается, зубы получается редко, а вот поринфематозные часто получаются. Да. У них, если вот технологии связаны с регенерацией клапана, они как бы позиционируют технологию дематериализации. Да. Я на счет того, что включаются просто те уникальные фины, которые когда-то были за это ответственными. Тут просто надо откинуть, циклить. У меня были такие случаи, но я просто гулялся. Зачем? Если я откинул, пускай он на год за циклом ставлю, мне объясняют, нет. Откинь, и потом выбери из своих программ, чтобы он по нормальному, по человеческому типу, так сказать, шли вот эти. Из-за того, что началась регенерация. по-другому, по-другому. Я неоднократно себя вводил в это состояние. Неоднократно вводил, стирал эту руку. То есть, для меня сознательно шел, чтобы составиться на какое-то время. Потом себя оболаживал. Поэтому сейчас у меня возраст такой, немножко, как вам сказалось. Игорь Иванович, я к чему говорю? Вы относите? Нет, 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 нет. Со стороны совет. Можно сказать, уникальный. Но я не пользовался внешними оболаживающими. Не пользовался. Игорь Иванович, почему? Если вы возьмете человека, который, допустим, 10 лет вошел в вашу программу, сейчас у него будут результаты. Вас просто сметут миллионными контрактами. Вот все эти звезды, Киркоровы, и всего. Для них это просто предельно. Вот я с Курченко говорил. На самом деле, я понимаю, что я предлагаю. Я предлагаю комплексное оболожение. То есть, есть хорошо отлаженная косметология внешнего оболожения. Я делаю внутреннее оболожение, а в целом мы будем делать. Комплексное оболожение. Комплексное никто не делает. Внутреннее и внешнее оболожение подтверждается. На сегодняшний день никто не делает. Николай Николаевич, поймите, звездам тоже не хочется ложиться под ножом. Мы не догадываем. Если про Киркоров, про тех не волнуйся, они через задницу молодеют. Николай Николаевич, отказом я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. аутоиммунная реакция. Есть заболевание, что мы увидели на мышцах? Те мышцы, которые пришли дальше технологию, количество антител снизилось в 4 раза. Уменьшилось, то есть мы отбросили организм в то состояние, где количество образования ауто-антител в 4 раза меньше. А они, действительно, 10-15 лет, если вы периодически начинаете будет 10, они будут меньше, количество этих. А так, своих лет на своих. Понимаете, да? – Есть действия, а повторно использовали? – Значит, повторно использовали. Очень интересный вопрос. Значит, смотрите, вот сейчас вот партия, кто-то не говорит, правительство наше поставило на сейчас задачу какую-то. Повышение возраста выхода на пенсию. Поставили вопрос на 62, да? Возраст выхода на пенсию. Моя технология позволяет не 62 выйти, а 1062. При этом биологический возраст будет от 30 до 40 лет. Дальше. Значит, смертность. Поставили вопрос. Тоже правительство, значит. Смертность. 800 тысяч в год у нас умирает. Я могу сделать номер, свести. То есть вот прошедший год умрало 800 тысяч человек. Если на 20-ти год на городах открыть центр по моей технологии, я 99% покушу населения через один центр, и я остановлю естественную смертность. Из 800 тысяч ни один не укрыт. Куда нам об общаку убивать? Куда нам об общаку убивать? Значит, они останутся без работы. Берегулим и чина орала. Да. Ну, с кем вы понимаете? Не прошел вам проект на посту. Поверьте, пожалуйста. Вот такой вопрос. Насколько, пожалуйста. После вашей технологии линия на руке изменится или нет? Несколько лет. Нет. Я почему говорю? Потому что я в прошлом году, в 2009-м, был в одном месте, и после полутора месяцев пребывания там я с ужасом начал замечать, что у меня линиевики стали исчезать. Вообще есть это линиевики? Да. Нет. Просто исчезают. Рука становилась гладкая, как младенцы. Ярность испугался, и я приехал в Москву. За две недели восстановились все линии. Но я не знаю, что это такое. Это плюс или минус? Это вот я... Синферополь, я вам скажу. Это хромат. Это вот, человек по нумерологии синтеза. Да, давайте. Давайте. Николай, Николай. Вы потом на собрание астрологи. Да, 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 да. Вот эта пила, она продолжается. Для тех, кто принял. Да, если бы использовал вашу технологию, ничем же не выключается, она должна протягиваться. Ну, это разные. Да, 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 да. То есть повторное использование препарата или этих? Значит, насчет повторного, значит, внимательно. Что принципиально? Значит, на счет повторного, вот человек задал вопрос. Интересно. Значит, смотрите. В принципе, я могу взять человека 100 лет. 100 лет. Первый цикл вот этого. Первый цикл, да, с отброса будет 20-25 лет. И если у него не было операции, за 3 дня это произойдет. На минуту 20 лет за 3 дня. Столетнему человеку за... Дальше. Через 3 дня он опять проходит вот повторный курс. Я его сбрасываю там 15 примерно лет. За третий курс, еще через 3 дня, еще 10 лет. И таким образом, примерно за месяц и полтора я в столетию превращу в 30 лет. Любой истинный возраст, биологический. 30 лет. И я это могу сделать с каждым. С каждым. Я всех пенсионеров могу превратить в рабочий класс. И они официально. И они все отхожутся от пенсии. У нас нет пенсионеров вообще. Я попробую пенсионеров лимфедировать, как класс. А внизу. А внизу. Скорее, давай. Скорее, давай. Сосвалишь. Полеты. А вот влияние полосы. Надо, чтобы внешне. Внешне, может быть, будут видеть. А, внешне уже. Это все будет видеть ситуации. Сейчас Николай Игоревич расскажет. Я ему напомню. Крутые картинки... Она восстанавливает просто биополе и... Работает не в такой степени. А вот кличеева штука должна работать еще лучше. Нет. Нет. Она работает как открытка. Как открытка. Она работает как открытка. Это она на подкрытке. А крупные... То, что попадает внутрь, является... Есть установка из вне. Экза. А крупные... Да, да. Встановка из внутренней степени. Можно? Метаболиты, которые здесь используются. Они могут зациклить. Вести в это состояние. Не стареть. Начинают бактерии. Все в жмотах. Человека не расти. А у нас с вами есть такое понятие, что внешнее оболожение когда... Вот. Хороший вопрос. Никогда его... Я старый. Я старый. Я старый. Я старый. Я старый. Вернуть внешний вид. Тот, который мы хотим видеть. Аналогично. Он должен вернуться туда же. Обязательно. Обязательно. Так же. Постепенно. Он вернется согласно вот этим циклам. Значит, через четыре... Нет. Нет. Он вернется через цикл. Через четыре. Через шесть. Или через восемь. Обязательно. Но у одних пройдет четыре года. У других шесть. А у других восемь. Все зависит от их. А если надо потом в день или в день? А если делать этот цикл? А потом надо значит через четыре, шесть или восемь опять брать матрицы или, да? Нет. А как? Нет. Значит, матрицы берутся только в одном случае. Если, смотрите, допустим, вот в вашем возрасте вы проходите, да? Да. И я делаю у вас вот... Вы начинаете колебаться, допустим, там пятьдесят, грубо говоря, сорок, пятьдесят, сорок. Но, проходит какое-то время, вас это не устраивает. Вы говорите, Николай Анатольевич, я хочу колебаться не в интервале пятьдесят, сорок, а в более молодом. Вот тогда проходите, значит, свежую матрицу, вас отбрасывают, допустим, на тридцать, и вы там тридцать, тридцать пять уже. Вот так ходите. А внешне я не буду, внутри. А внешне, а внешне ваш возраст подтянется под внутренний и звук. Я бы прекрасно выглядел. И через счеты, или внешне, или через счет, или через больше. И по теме твоего. Конечно. Воздействие. Да, пожалуйста. Я скоро что-то хотел сказать. Давайте. Вы, уважаемые астрологи, говорили про этические проблемы. Надежда. Да, Надежда, прости. Попросы. Да, кстати, Николай Николаевич на сайте, кстати, он заинститутся на сайте инновационной технологии сколкой. Я там участок, как по миллиону. Я просто поддержал десятих. Сам лично такой. Один человек с такой внешностью священника пишет. Лжи наука. Я ему очень хорошо написал, как мне кажется. Я написал, что в XIX веке помидоры считались вредными. Нельзя было есть. Понимаете? В XVII физическая культура считалась вредной, а в XVI инквизиция сжигала любви. Понимаете? У нас правительство, да, они для себя эти технологии держат. Они омолаживались с тридцатых годов. Вы слышали эту историю, когда спрещали комсомолок с обезьянами? Понимаете? И никто этого не знал. А мы все должны были в 60 лет умирать и считать, что коммунизм – это прекрасно. Понимаете? Вот и все. Поэтому что считать лжи науки? Молодец. Я два слова скажу все-таки добавлю насчет лжи науки и науки. Значит, смотрите, если вопрос стоит, кто-то стоит, научный этот метод или не научный? Я лжа, так сказать, ученый и не лжа ученый. Есть, во-первых, книга, называется «Ученые за большой дороги». Она как-то перефразирует «Разбойники за большой дороги». Книга называется «Ученые за большой дороги». Вот там все уложили ученые слова. Меня там нет, во-первых. Раз. Второе. Значит, смотрите, Григорий Гробовой. Кто он был? Ученый, научный у него подход или не научный? Он обещал воскресить, да? Воскресить. Значит, если научный подход, вот как у меня, да? А я вот фотографию показываю, да? Явление должно быть наблюдаемо и повторяемо. Я это делаю и на растениях, и на животных, и на мышах, и на людях, и на бактериях это работает, да? Повторяемо и наблюдаемо. Если наблюдаемо и повторяемо, это уже научно. Если, как у Гробового, нет ни одного воскрешенного, это не научный подход. Как минимум. Вот и все. Ну и теперь о практике, наверное, о проведении санкредитного в жизни. Насчет… Как предложить? А, на счет сколько это стоит? Нет, нет, нет. Понимаете? Вот есть такой международный экономический журнал «СКЛАГ». Это аналог Форбса. Значит, они посчитали, если человек прожил 120 лет, усредненный человек на Земле прожил 120 лет, он продал продукт, произвел, да? Для своей жизни. Значит, сколько стоит жизнь этого человека? Мы посчитали. И выдали жизнь усредненного человека на Земле, и вот сейчас, в данный момент, любого, в среду, вы хотите и столкнуть. Она стоит 5 миллионов фунтов с термином. Значит, один год, если привести на рубли, вот человек прожил один год, сколько это стоит в рублях? 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вот просто один год. Вы прожили вот в 2010-х. Это стоит? То есть я миллиардов получил. 2 миллиона 300 тысяч. Понимаете? Теперь смотрите. Если моя открытка, да? Моя открытка вот эта вот. Она откидывает на 7 лет, да? Откидывает на 7 лет. А вы будете возвращаться с темпом вот в этот начальный, предначальный возраст в два раза медленнее, то есть 15 лет, да? То есть она продлевает жизнь как минимум одна процедура на 15 лет. Значит, 15 умножьте на 2 миллиона. Сколько там получается? 500 тысяч долларов. 30 миллионов с лишним, да? Рублей. Вот. Ну, а на самом деле у нас все это устанавливалось вот так и стоило. Когда мы исследования проводили, это стоило 2 тысячи там и потом стоило. По 100 долларов. Это стоило, любой продукт стоило. Часть немного было поднимать. Так как у нас поднялись на 15 процентов, особенно ЖКХ, да? Проект, да? Полность, стадировка. И поднялась внутренний малый продукт, надо тоже. И я ни разу не поднимал, я считаю, что надо поднимать. Потому что, понимаете, когда человек говорит, что стоит так на 100 долларов, ну, люди говорят, ну, это слишком несерьезно, да, это несерьезно. Жизнь человеческая, 100 долларов. 330. Как? Каренция. А индивидуально пользование матрицы? Или, например, семья приобретает и может… Полность общежития. Она рассчитана… Там инструкция написала, что эта матрица рассчитана на одного человека, курс для одного человека, курс трехдневный. Если будет два человека пользуясь одной и той же матрицей, что получится? Половина считает этот человек, половина тот. И ни у одного не произойдет уменьшение возраста. Ни у одного. Значит, как мы это определяли? Мы отправляли это все в Израиль, кандидат технических наук, который занимается изучением тонких и низких полей. И он говорил, вот три дня действительно один человек, когда пользуется, все нормально. А пятый, шестой день остаются следы. Там уже ничего нету. Даже если один человек пользуется… Вот хватает только на три дня… Следы? Да. Знаете, пятый, шестой, там следы остаются уже этой информацией. И фактически… Все. Поэтому вот такая вот задача. Да. Все. Может кто-то хочет высказаться, не в плане задания вопроса, а просто высказаться. Да. Кто хочет что-то сказать… Да. Ускажите, да. Значит, я о вас услышал первый раз лет шесть тому назад от вашего знакомого имени Сергея Яковлевича. Хорошо. Вот. Значит, мне был дан ваш телефон. Я его, честно говоря, давал многим людям. Я не знаю, были звонки к вам или нет. Я к вам лично не звонил, но вот последний раз на той встрече, где я был, я дал всем ваш телефон на марте. Вот. У меня был ваш телефон. И через буквально неделю будет расклад на встрече. Вот, значит, это видно, как видно, собственно, и Богу и Богу и Добре дело. К тому перечи попросили. Вот так. Да. Кто еще опускаться хочет? Давайте помолимся. Да, помолимся. Зачем же помолимся? Нет. Сейчас уже вам рассказываю, рассказываю. Что вы думаете об этом? Как я делаю участвовать в этом деле? Вот вопрос как стоит. Что вы могли бы предложить? Я вам пару слов предложить еще. Значит, вот смотрю, поскольку нежность встает в своем очень-очень. А кожа включается, да? Состояние кожи включается. Кожа и тесня на одного же чарка. Состояние на процессах, которые у нервов тоже будет стоять. Ну, то есть, конкурсный подкос, связанный с череписей, с череписей, с череписей, с череписей, с цветом, с цветом, с линией, с линией. Ну, есть еще некоторые безнадачи, которые предлагают адресы, с возрастом, с череписей, с череписей, с череписей. Ну, то есть, что тогда? Вам надо сделать. Возвращение. 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 Во-первых, этот цептор, да, у меня есть? Все-таки мне понравилась. Система очень интересная, да? И она основана, мне кажется, именно на той энергетической системе. То есть, смена, стирание, мне кажется, старой информации и копирование на новую информацию. Да, я так поняла? Единственное, вот, знаете, что… Но все-таки у человека есть еще душа и то есть, ментал, астрал, да, вот так по-другому, да? Если все-таки остается информация, вы стираете ее на физическом уровне или если она остается на ментаре, она остается. У человека есть, ну понятно, все мы вроде соображаем, если это не стирается на ментаре, человек все-таки останется, может, информация. Значит, смотрите, все-таки я что хочу сказать, смотрите, вот гипнотизер, вот я дружу просто, есть только Геннадий Генчуров, да, сильнейший гипнотизер мира, в Москве дерево, в Москве школы гипноза, вот он, допустим, может вести человека в трехлетнее состояние, вот ему три года, и он будет вот так вот сосочку сосать и говорить, и все, трехлетний, значит, вроде бы, так сказать, человек, да, но заканчивается сеанс, и он обязан. Человек вот вывести в текущее время, либо он сам спонтанно выйдет, но выйдет, на дороге, вот там его может больше не сбить, он его обязан, значит, вывести в реальное текущее время. То есть ценность этих вот методик, вот такого сверхглубого наложения, да, ввода в детство, да, она, в общем-то, визерная, визерная. Значит, поэтому, значит, в отличие от таких вот технологий, моя технология, она что? Она ничего не стирает, она включает тот участок гена, который когда-то работал, и был закрыт, запечатан, и организм дальше по программе ушел. То есть организм вообще человеческий похож на оркестр, в котором вот играют одна группа инструментов, потом она замолчает, другие, там, в дудочку вступили, поиграли, там, в арабанку стучали, понимаете? Вот, где-то сочетание какое-то идет, одни гены отрабатываются, запечатываются, другие выключаются. Я опять их распечатаю, заставляю их реально работать, понимаете? Вот. И, более того, я это ввожу в автоматический режим, у меня происходит периодическое выключение этих вот этапов, предыдущих и последующих. И получается такая, как бы, циклическая работа, да, прохождение одного и того же отрезка. Кстати говоря, организм не любит, многие тут пропустили, организм не любит ведь повторов. И у меня нет абсолютных повторов от этих отрезков. Отрезки меняются каждый раз. Даже здесь организм, так сказать, не отступает от общих геологических требований. Так же, как он на Лёне, на Большом, не налетит два одинаковых места, не найдется. Так и здесь, значит, он так раз меняет, когда чего-то, отбрасывали, да, сейчас он на 7 лет, завтра на 7,5, после завтра на 7,5, он не будет вам точно вот эти кофе повторять. Он этого чаще-таки избирает. А не появится ли какие-то новые заболевания, новые мутации, например? У человека болел этим, а вот с этим появится рука в быте. Значит, я вам скажу, я катину маслом нарисую, что будет с вами, если вы не проедете эту технологию? У вас ручки будут вот такие, ножки вот такие, голова вот такая. Не видно просто таких людей, реально, здесь, на Таганском метро, да? Значит, человек сейчас достиг пика своего развития по количеству золотых сечений, золотых соотношений, знаете, да? Золотые соотношения, это вот отношения, там, длина руки, там, кисти и так далее. Он достиг, он и стал царем природы именно благодаря тому, что у него количество этих золотых пропорций максимально. Дальше что будет? Дальше эволюция замеет. Для эволюции. Да, для эволюции. У него вот такие ручки, вот такая голова, да? Значит, и только я могу этот процесс остановить. Я возьму человека на пике его, максимальное количество гармонии, да, отношения гармоничные, остановлю и буду держать. Он не превратится в уродов. Иначе он превратится в уродов. Вот что делают мои технологии. А не будет ли это как, вы знаете, эгрегор у нас, вы будете как? Не будет. Я не говорю Богом, а как эгрегор, человеком, вокруг которого... Это я не однократно слышу. Я говорю, я не беру превратить уродов на себя. Человек в любой момент может войти, выйти и умереть естественной смертью. Через миллиарды лет он умрет, естественной смертью. Мы идем в уроди. Выйди из этого состояния просто. В общем, я вам скажу, знаете, вот ваша технология, если она так... Ну, знаете, нет. Так, вы, конечно, готовы. В нашей стране нужно население, например, в Санкт-Петербурге. А кому нужно? Население в стране для того, чтобы держать нашу территорию и защитить ее. Нам нужно минимум столько народов. Значит, у нас сейчас и безработица и все остальное, от того, что где-то кто-то хапнический спросом взял, и что-то там вывергает из него. А защиты границ нет. Армия такая маленькая, которая шлепнет несколько дней, и нехорош. Вон, 520 солдат показали, что они могут в Чечне 8 лет. Поэтому надо побольше людей, может, у них чуть-чуть мозговая оболочка поправиться. Думать будут о стране. И пенсионеры не работают. Честное слово, сделайте вы меня молодым. Я не знаю, куда пойти на работу. У меня есть какие-то направления, которые я прорабатываю. А возьмите любого социалистического мужика, от того же слесаря, только инженера, который отработал честно свои годы и сел. Старого в охрану не возьмут. Молодые люди. Куда их девать? Паспорта надо менять. Проблема глобальная. Надо осваивать космос. Космос надо осваивать. Проблема глобальная. Солковский говорил, нельзя сидеть. Надо осваивать... Старый Николаевич, за счет Солковского, я прошу прощения, он еще в 30-е годы сказал, что скоро мы будем летать. Беру, понятно, самолету. Правильно, так? Проблема, 100 лет, бесполезно. Но, может быть, сегодня момент доступен. Вы знаете, уникальный момент, я вот, например, хочу сказать, ну, я обер, вот косы, почему, голубом пою жопу, где что-то новое, сразу все. И плюс я еще люблю мечтать. И вот мечты мои осуществились, да, чтобы быть не жанрой, да, а лидером, ну, в своем направлении. Так вот, Николай Николаевич, я премного благодарна, что судьба все-таки нас свела, познакомила. И я всегда думала, елки-палки, там болит, там болит. Я же вроде бы ничего, вроде бы, мне еще и нужно чего-то там такое вот. О, как болит в плече, там это самое, что такое, вязать им навлочки. А вот у меня там-то, думаю, ой, мне бы вернут годков так 15 назад. Я бы сейчас все начала сначала. И вот вам, пожалуйста, понимаете, многие люди на подсознательном уровне зацикливаются, они просто опускают руки. А когда такой вот всплеск, такой этот... И возможности. И возможности, что еще? К этому можно прибавить. И это, и это, и это. Так развивайся. Сейчас все идет к развитию. Да, я хочу просто добавить... А не сидеть на охране переделеком. Нет, не главное. Я могу добавить к этому просто идеистую мысль, которую мы зацепили, зацепили, зацепили. Зацепили, да. Зацепили, да. Нет, зацепили. Значит, выше водка. Надежда. И тех людей, которые проходили мою технологию, вдруг взводят ее люди и говорят, Николай Ковальевич, а ты знаешь, что вот после прохождения твоей технологии какие вот последствия вообще? Какие последствия? Я говорю, ну, последствия там разные. Повышается там потенция, то-се, да, вот это все. Но не это главное. В связи с самовложением. А значит, а человек, который входит в мое состояние, вдруг признается мне, что у него ушел страх естественной смерти. Тот страх, который отправляется в 5-6-летнем возрасте, когда умирает первую у вас бабушка, дедушка, вы дергаете родители из-за этого и говорите, что и я так муру, как бабушка, умерла. Вас начинают там заговаривать, по головке говорят, нет, ты будешь там бессмертный, туда-сюда, загоняют вам на уровень подсознания. И вы живете с этим всю оставшуюся жизнь. Страх естественной смерти. И когда люди мне говорят, что ушел страх естественной смерти, я им не верил. Я им не верил. Я обратился в научно-исследовательский институт Ростовский по онкологическим институтам с моделью на мышах. Проверить, подтвердить это. Это очень важная вещь. Потому что действительно многие жуются этим страхом. И он не дает им нормально организоваться. Это же что-то. Значит, они как есть такая модель. Значит, мыши, когда выпускают оборкетное пространство, они не бегут с одного угла на другую. Они бегут вдоль плинтуса. Либо добегут до какого-то этого самого, возвышения поднимаются, делают обзор и назад. Дальше, в следующий раз они бегут уже мимо этого, забегают в следующее возвышение, обзор и назад. Они вот так. Они не могут напрямую бежать. И когда они проверили моих мышей, и сравнили со своими, с обычными, которые стоят в следственных следствиях, они посмотрели на моих, они бегут с одного угла на другой, без всякого страха естественных. У них напрочь отсутствие. Ну, знаете, в стране международной культурой с большинством страха тоже дает последний чего-то человеку... Ожидание смерти, конца. А здесь его нет. Ожидание смерти. Вот и все. Да, нарушение перед смерти, да, не успел сделать... Да, перед смертью, не надоешься. Да, перед смертью, не надоешься. А здесь, например, не надоешься. А тут сразу же, что-то новая семья. Николай Николаевич сказал, где... Это вот федерно-дома. Почему? Сейчас, Николай Николаевич, объявляю вам, по линию ДСК приглашают в Германию, Португалию, естественно, национальную... На Филиппедию, в Индии. Да. Да, и поэтому где-то в конце января, сначала, с мироваянником... Арабский мировой. Уже будет в другой стране. Скажите, да. Есть такая же ситуация, как с Попов. Кто нас ради врач забрал? Попов. А откуда нам готовое радио пришло? Оттуда из убра, в виде готового продукта. Так и здесь. Этот продукт, открытка моя, придет оттуда. По цене там 100 тысяч баксов. Вот сюда. И все ее будут брать. А сейчас потребление не берет, допустим. Вот вам будет, что ли. А нас научат. Среди любителей. Николай Николаевич, как ты не умирал? Не умирал. Как встретиться, связаться. Вот, Ильи Николаевны. Вот видите, зал здесь. Мы здесь начинаем обсуждать, что нам делать. У Николая Николаевича... Я уговариваю людей не умирать, жить вечно. Они сопротивляются. Мало свободного времени. Вот он любезно согласился. Сегодня приедет. Да, вы их спрятали. Поэтому мы здесь... Ну сюда, сюда. Приезжай, возьми, заказывай. Ну, давайте, что? Все. Вот есть. Автополизм. Да. Вы скажите. Ну, это мы можем поговорить. Спасибо. Мы можем поговорить. Вы хотите, вы хотите сам на свободу сделать? На автополитах? Вы знаете, на коммунатах? Я не одного в жизни. Я не одного в жизни. Я хотел попробовать, по-настоящему. Я хотел бы попробовать на диабете. На, почему? На диабете. Уржность диетирования кинобобиды снизу. Кстати, у него отца. Ну, он, видите. Он не верит. Да. Больня ворота. Он не верит ни во что. Ну, если я алтоголику принесу. Нормально. Это не и то, и прочее. Мне интересно было бы, я там посмотрю. У меня в акцентстве есть. А есть заключение там, и там что-то все? Лицензии нет. Лицензии даются под кабинет. Под кабинет. Под кабинет лицензию? Нет. По технологии? По технологии. По технологии. А как у меня вспышка, под технологии, что у меня нет? Вы в кабинете не можете ее использовать. Это вопрос? Понимаете? Потому что сначала... Сначала помещение. Нет, сначала... Воздущие. Правильно? Где я вот это делаю? Я здесь не замечаю. Вы же какое-то обучение. Воздущие помещение. Вам сначала помещение. Вы продавите технологию людям данную вещь. Вы смотрите. Сначала нужно, ну, так, запомендовали. Но дальше на тему. В первом ручке, что это неверно. Это не убьет током. И, значит, это можно получить. Мы сейчас получаем по всему закону, как она получилась. А дальше остальное у нас полезности. Но это безветная технология, так? Безбедикаментозная, сразу подчеркнули. Любая. Безбедикаментозная. Безбедикаментозная. Ну, это прекрасно. Дальше мы можем сказать, что нам полезно, чтобы человек улучшить, у него энергия, там, у него, там, уважение, у него то другое. А у галитаризма уходит, там, нормально уходит, что-то и не уходит. Для этого, чтобы приобретать патологию, она полезна. На здраве берется награбление, награбление, испытание. И все. Ну, а ты в центре берете и... Совершенно правильно говорите. Для этого, я так понимаю, у нас существуют встречи, какие-то, да? То есть это вообще я... Конечно. Ну, пожалуйста, я уже продлогаю, мы с удовольствием арабируем. Здесь служит опыт, правильно говорите. Беззоград примет ничего. То есть нужно иметь информационное поле. Сильное, большое... Есть правовые, всякие регламенты. И, значит, потребителя защищают от каких-то методик, которые, в самом деле, изобретатели считают, что они хороши, а они могут отказать, и они вообще положительные действия не смогут собрать, но это правильно, это разум. Другое дело, что могут быть всякие, конечно, подводные камни, не смогут проводить... Знаете, одно главное подводные камни, вот мои технологии. Знаете, я вам сказал, я не успел, ребята разбежались. Но смотрите, вы расстались и смотрите, как интересно. Смотрите, ни в одном, на сегодняшний день, ни в одном Минздраве, никакой страны не зарегистрирован тест на биологическом может быть, что, нету, официально зарегистрирован, нету. Есть официально зарегистрированные технологии, внутри которых тестированный педагогический возраст. Они отдельно, они сертифицированные, но технология... Внутри, в которых нет? Внутри, то есть, обирон, это такое. Обирон? Нет, комплекс медицинский экспертный. Там есть педагогический возраст. Как он называется? Ну, комплекс, вот так и называется. Ну, по наказанию, там есть, просто приснило. Я вам прошу, мне интересно, технологию же пришел на контроле. Это, кстати, очень серьезная тема. Мечте чего-то начинать, да? Понимаете, мне нужна доказательная база. Я вырвался вперед, я торчу в этом, у всех гипотезах. Мне нужен нормальный тест, который был понятен и ясно. Потому что, допустим, я остановил процесс старения, да? Вот я считаю на следующий день, что таким тестом является тест на воду. Тест на воду. Понимаете, для вас, для вас, тест на воду. Есть ли это такой вот с наукой, традиционный, тест? Нет, 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 нет. Нет, ну, есть вот, есть работа, вот как меняется вода с воздуха, да? Вот есть работа. И есть у меня методика влияния на этот воздух, да? Вот я его уменьшаю, допустим. Да, 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 я понимаю. Но сам после теста, он признает, ну, вот, соиск, вода с воздухой, да. Ну, конечно, он описывает здесь все. Какая-то его учили, ну, тут икра. Слушай, эта вот технология, она, допустим, в реестре... Нет, как тест он не зарегистрировал, опять не зарегистрировал в Минздраве. Есть приборы, которые, в случае которых можно воду поменять. Хорошо. Надо не тест Минздрав. В химии, в биологии он зависит. Я вам больше скажу, это фармацевтика. Я вам больше скажу, допустим, смотрите, тест Киевского института геронтологии. Академия Чеботарева, да? Киевский институт геронтологии. Что делает СССР, Минздрав СССР? Он берет этот тест, регистрирует у себя. И как только лупается это все, да? Украина уходит туда, у нас своим институтом, оказывается, что нет института геронтологии. Как только отделился Украина, у нас нет. У нас так же на сайте. У нас институт ТАРы было, как ящики делали, а института не было. Это потом в Питере, где регуляции организовали. И наша геронтология есть для Украины в СССР. Это потом. А был момент, когда вообще никакого института ничего не было. А тест был одно время киевский, потом в ЗАМ и отказался. И до сих пор ничего нет. Вот поддите в Минздраву, скажите, хочу поменять биологический свой возраст. Вам ничего не придут. Я думала, надо посмотреть тесты. И никакой Минздрав. Сейчас есть кристаллография киевских жертв. В частности, занимается нашим студентом геронтологии. Знаю, это Шабалин, академик Шабалин. Академик Шабалин. Ну и что? Ну у них есть эти тесты? Наверняка же. Где? В Израиле? Боже мой пасет. Нет, в том геронтологии. Они занимаются этой кристаллографией. Кристаллография? Да, не помню. Так вот, они же возрастные. В население Минздрав не допускают этот тест. Не допускают. Потому. В Израиле? Ну и что? Ну и что? Это нарушение человеческой. Работа нарушение человеческой, она может ведать Минздрав. Минздрав, это отношения не имеет. Я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Любой может пройти туда, сдать в институт геронтологии. Это не Минздрав. И даже не институт геронтологии. А вот так. Это нарушение. Причем нужен институт? Дальше мы больше открываем мастерская по шиву в одинок. Ну что вы что? Ну как же? Вы что? Посмотрите. Что там написано? Что болеть может быть? Не, все, все. Вы чего? Ну хорошо. Все нужны будут частными. Дело как бы не меняется. Да дело не в частности. Просто надо брать тесты, которые как бы доказательные. Вы правильно говорите. Это большая проблема. Что доказательства? А почему вы можете сказать, когда у сыпьевнулись? Да? Да? Ну, конечно. Вот поэтому, что с ним. Если у вас возраст, допустим, вот такой, ну, 30 лет, да, его здесь окажется водолство. Вот здесь вот. Ну вот. Понимаете? Вот. 50 процентов, да? Вот здесь вот. Вот эта точка. То просто параллельно этого поставим вот сюда вот. И выйдешь вот. Там все вот тут. И все. Да. Просто дорисовать график. Параллельно вот этому вот. И все. И вот там есть такие, знаете, конторы, репты. Заключают репты по репту. Они заключают в цифру. Не знаю. Сколько человек проживет. И хватит там 20-40, по-моему, в репту, да? Используем кровь, что вы рассказываете. Вот цифру вот не надо исключать. Да вам плохо пришло. Да вот цифру надо исключать. Там все два. Здорово. Получилось. Ну, это графические вещества. Используем воды. Да ладно. Спасибо. Толадец. 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 Ну, что, он требуется? Можно маслик. Это 100% и линь. Я поделился. Я поделился. Я поделился. Да. Ну, или что они не новые? Я хочу сказать, что это гораздо так. Это гораздо того, что в чечении месяца для рассаживания Запустите. А? Я не понимаю. Да. Что с ним? Не знаю. Несколько курсов подряд. Я в Афганистане никогда не был. Ирак и запуститься. Михаил Рассасов. Ну, конечно, 100%. Мне заключение вот здесь в паракулу. Хотите посмотреть по паракулу здесь? Сейчас. Я в своё время горявого тащил гератологию, у меня операцию. Социклазов гератологии не остался. Я считаю. Он не гератолог. Он биом. Так и не сталкивает. Я его тащил в гератологию. Он оттуда вырвался и не стал гератологией. Вот я к чему говорю. Хотя сейчас иногда появляются статьи, что он там умолаживает. Матрица у него там. Но он понимает, что тенденция-то пошла туда, куда надо, куда я его тащил. Но он в своё время не пошёл. То, что горяет, мы смотрели на левых волков. Расписали, исходя из химического состава гератологии. Ну и несколько детализировали. Ну а как врач я могу как-то исследовать, апробацией заниматься. Ваш метод, как вы напишите, как ваш метод, главный ваш, который вы предлагаете? В плане омоложения? Да, подтверждение омоложения. Вы говорите о вашем вопросе. Это звуковые технологии. Да. Я просто посмотрю. А, вы запишите. Я ещё этот сайт свой не продиктовал. Давайте запишем. Да, да. Сайт надо написать. У меня там много информации, видеоматериалы. Андрей снимал... По сайте, да? Два сайта даже. Один Андрей, один называл сайтом. Другой мам. Пишем. И сайт. 3W пишите. 3W пишите. 3W пишите. 3W пишите. Геронтолог Исаев. Одним словом. Геронтолог Исаев. И палка с точкой. Весконтрольный. Войпростроен. Исаев. Геронтолог Исаев. Собачка Мэл Бор. А, собачка? Нет, нет, нет. Геронтолог Исаев. .ру. Это же сайт. А, это же сайт. .ру. Геронтолог Исаев. Геронтолог Исаев. Сейчас увидимся.